Благодаря воплощению проекта бюджетирования учащихся муниципальные образования республики смогут получать господдержку на осуществление проектов, разработанных школьниками до 2024 года. Для участия ученикам предстоит познакомиться с основами инициативного бюджетирования, поучаствовать в проектном деле и самое главное выбрать наиболее интересные и приоритетные работы. В этом году впервые стартует инициативное бюджетирование школьников. То есть это проект, в котором будут принимать участие не взрослое население, а школьники. Разработать проект смогут учащиеся определенные школы, начиная с 7 класса, то есть с 14 до 18 лет. А затем за представленные проекты учащиеся начиная с 5 по 11 класс могут провести общее школьное голосование. Тот проект, который будет выбран на общешкольном голосовании, далее администрация школы будет приводиться в рамках конкурсной заявки в соответствующий вид, то есть будет составлена смета, будут составлены заявки, будут составлены всевозможные нормативные документы. Так же, как и в ППМИ взрослым, как мы его называем, в программе поддержки местных инициатив, необходимо будет привлечь спонсора для реализации данного проекта и необходимо будет такой, знаете, неденежный вклад самих школьников. То есть, что готовы сделать школьники сами для того, чтобы пространство внутри школы или снаружи школы стало более современным, более комфортным для их проживания, для их проведения именно времени. Учащиеся старших классов 21-й школы вовсю вовлечены в процесс разработки идей по совершенствованию комфортной среды в стенах школы, ее инфраструктуры и территории. В рамках данного проекта группа активных ребят предложила немало креативных идей по улучшению школьного пространства. Среди них усовершенствование школьной медиа-студии, лаборатории в кабинете химии, школьного тира, фитнес-зала, зоны отдыха в фойе школы, тренажерного зала и покрытие беговой дорожки. Наш проект направлен на создание зоны отдыха для наших учащихся. Я считаю, что всем учащимся нужно на переменах отдыхать от жестких стульев, чтобы они могли присесть и полностью расслабиться, поиграть в настольные игры и отдохнуть. Участие в данной программе играет особую роль для образовательных учреждений. Небольшие, но важные проекты, с помощью которых можно изменить качество обучения и обустроить территорию, служат фундаментом успешного показателя уровня школьного благополучия и благоприятной психологической среды развития личности детей. Я работаю над проектом тренажерного зала, нововведения в нашей школе. Я думаю, что это требует внимания, так как в современном мире не очень хватает спортивных людей и вообще распространения спорта. И я очень сильно бы хотел распространить спорт в нашей школе, так же, как в нашей республике. Сам я имею прямое отношение к спорту, занимаюсь также в тренажерном зале. Я очень сильно бы хотел сделать этот зал в школе и стать в нем наставником для других ребят. Все свои идеи школьники продумали, предварительно просчитав стоимость воплощения своей инициативы, проработав информационную и агитационную кампанию, презентовав свои проектные предложения. Проекты были презентованы ученикам начальных классов, которые, в свою очередь, путем голосования на бланках выбрали понравившийся вариант. Ведь большое значение имеет количество принявших участие на общешкольном голосовании, количество и, самое главное, качество презентованных проектов, которые так необходимы школе. Альбина Кашапова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».